так здравствуйте уважаемые коллеги все те кто нас смотрит на youtube канале альтернативы все те кто слушает эту лекцию онлайн это курс факультатив для студентов философского факультета мгу и всех желающих посвященный основам современной марксистской философии это современная философия марксизма безусловно впитала в себя все что 0 всяк случае все что смогла из наследия и маркса и энгельса их предшественников мы постарались включить в меру силу то что внесли в нее выдающиеся представители марксизма 20 века я не боюсь упомянуть имя владимира ульянова его философские тетради и целый ряд других работ некоторые из которых выглядит просто публицистическими очерками на самом деле весьма глубоки я обязательно должен упомянуть лукача ну очень широкий спектр ученых зарубежных на бертола оллмана одного из крупнейших современных диалектиков соединенных штатов америки ученых из европы и что на место раша ференса теки это советская еще эпохи ученый венгерский советских выдающихся ученых эвальда ильен кого и его коллег виктора вазюлина ну дальше мы будем эти имена использовать келли ковальзон написали целый ряд интереснейших работ в образе социальной философии в частности учебник по историческому материализму и книгу теории истории или истории теории ведь уже забыл и целый ряд других авторов советской эпохи ну и по советский марксизм это серьезный вклад в нашей стране современные зарубежные коллеги очень много сделали при этом сразу хочу сказать что сильно уходить в сторону от классического марксизма в области фрейда марксизма эко марксизма феминистских вариаций марксизма и так далее сейчас их стало очень много мы не будем хотя я коротко них упомяну безусловно в своих лекциях есть и ответвление которые уходят в сферу далекую от марксизма в его революционном духе скажем франкфуртская школа которая лишь отчасти по генеису связано с марксизмом пожалуй что так ну и в общем дальше будет целый подробный рассказ пока я ограничусь и преимущественно в этом курсе я и людмила аксеевна булавка бузгалина профессор философского факультета мгу мы ограничимся классическим марксизмом и его современном развитии это было не немаловажное предисловие а сейчас к теме первой лекции это своего рода прелюдия ко всему курсу мы будем говорить об онтологических и гносиологических предпосылках возникновения марксизма я многое скажу из вещей хорошо известных каждому кто хотя бы раз заглянул в учебник марксистской философии но таковых сегодня очень немного поэтому я не боюсь повторять азы да к тому же курс так и называется введение в современную марксистскую философию для основы современной марксистской философии кроме того я хотел бы обратить ваше внимание на то что наш курс слушают очень разные студенты на в канале альтернативы у нас очень разные зрителям поэтому он будет не слишком глубоким наверно все-таки другое слово мне сейчас на ум не приходит с утра и я постараюсь его сделать попроще в меру сил хотя в целом марксистской философии не самая простая материя мы будем говорить о развитии капиталистического способа производства его материально-технологического основания производительных сил и о его производственных отношениях как объективной антологической основе талагические лежащие в сфере бытия то антологической основе возникновения марксизма материальных предпосылках возникновения марксизма я безусловно упомянул и не только проблему производственных отношений мы пойдем и в сферу социальной структуры общества и в сферу политики но это будет чуть позже обязательно остановимся на проблемах естествознания и 5 основных течениях в рамках современный марксу и отчасти являющийся исторической предпосылкой для маркса и для энгельса политической экономии философии и тех утопических социалистических идей которые тогда появились ну можно пожалуйста сознание вынести в особый вопрос посмотрим как у нас сложится ситуация он явно не относится к антологии поэтому скорее всего будет правильным сделать вот именно так несколько слов в качестве введения к вводной лекции извините за эти как многослойные пироги сначала при люди потом при люди точнее при людей при люди теперь лекция как при люди и в ней некая при люди внутри в общем такая несколько запутанной структуры но думаю вы поймете о чем речь речь пойдет прежде всего самом марксе несколько слов я скажу о том что сегодня он снова весь во всем его наследие с нами родился он в городе 3 в 1818 году 5 мая до сих пор празднуется рядом прогрессивных ученых общественных деятелей просто как эти прогрессивных людей как большой праздник праздник рождения определенного направления науки и пожалуй идеологии более того культурного пространства левых ушел он от нас от нас от истории человечества рано ему было совсем немного лет в лондоне жизнь карла маркса была полна интереснейших противоречий она была трудна временами мучительно вплоть до голода и смерти детей рядом с ним была блестящая женщина баронесса красавица женя фон вестфален его дети продолжили во многом его работу его борьбу я искренне советую вам особенно молодому поколению посмотреть фильм но не современный фильм молодой маркс где уж очень много он бегает себе прыгает дерется и так далее хотя он был драчуном участвовал в дуэлях и прочее прочее по молодости лет сколько фильма маркс молодые годы которые в конце советской эпохи сняли советские кинематографисты и кинематограф кинематографисты германской демократической республики очень умный фильм о становлении маркса как ученого и как деятеля основоположника в чем-то пожалуй даже в основном коммунистического движения 200-летие маркса которое прошло три года назад уже время бежит быстро отметили во всем мире это была серия форумов фиест открытий выставок памятников новых в том числе в германии в германии все празднование проходила под эгидой президента федеративной республики германии в китае высшие лица государства выступили с соответствующим докладом си цзин пин лидер китая сказал что теория маркса это та фундаментальная основа которая позволила китаю успешно развиваться на протяжении десятилетий я критически отношусь ко многим явлениям в китайской народной республики но то что страна растет очень быстрыми темпами и от аграрно-индустриальной перешла к числу лидеров в том числе в сфере высоких технологий повысила качество жизни населения за эти годы радикально это факт хотя и очень высоко социальная дифференциация и масса противоречий безусловно присутствует в этой стране форума посвященный двухсотлетию маркса в котором нам автором курса довелось принять участие это было грандиозное действие в пекинском университете в россии тоже мы провели форум в московском государственном университете его открывала ректор мгу и академик садовничий прямо сказал я это цитировал на лекции неделю назад что безусловно марксизм не обладает монополии на истину но не изучать не развивать марксистскую теорию и не преподавать марксизм в мгу нельзя нельзя не изучать не преподавать он необходим мы благодарны ректору за то что принял участие в открытии форума и кстати его доклад о математических рукописях маркса был очень интересным научным явлением которое я думаю имеет смысл то есть которое я думаю имеет смысл обязательно прочесть он опубликован вестники мгу серия философии пожалуй теперь перейдем к существу вопроса и посмотрим о том почему марксизм сформировался именно в середине 19 века но ответ на этот вопрос может быть предельно примитивным и потому неправильным потому что именно в этот момент родились маркс и энгельс но великие мыслители рождались и до этого великие мыслители рождались после этого однако вот этот скачок качественно новому научному идейному культурному течению школе произошел именно в этот период почему пожалуй главная причина это не просто становление но победа капиталистической системы и в производительных силах и в производственных отношениях и в социально-политическом структурирование общества именно в этот период именно в этот период великобритании британской империи прежде всего в метрополии в странах континентальной европы начинается шествия капитала его железная пита проходит по городу по деревне по культуре по идеям по университетам и очень многое дает для изменения общества одновременно неся сон новых жестоких противоречий и вот это мощное качественное изменение всей жизни она собственно и становится основой для возникновения качественно нового дельного течения почему значит прежде всего потому что сформировались две противоположных общественных силы за которыми стояли соответствующие технологии я использую современное слово и соответствующие отношения в сфере экономики политики на одном полюсе произошло формирование закрепления крупного и среднего капитала который стал собственником качественно новых производительных сил система машин фабрика на другом полюсе коллективный труд масса рабочих соединенный в единый процесс я не технологически вынуждена работать как единая сила как единый совокупный работник как единый коллектив масса наемных рабочих которые вместе создают общественное богатство коллективным трудом и вот это первый шаг материальная основа потому чтобы они сказали а кому достаются плоды нашего труда и вот здесь классический капитализм предельно обострел противоречия когда на одном полюсе росла нищета адский тяжелый труд 12-14 часовой рабочий день бараки в которых люди жили ютясь иногда имея по одной кровати на двоих поскольку одни спали сначала другие потом но это люди которые работали со сложными машинами поверьте станок эпохи третьего технологического уклада и паровая машина для обслуживания были более сложны чем заворачивание гайкой гайковертом на конвейере в 21 веке они работали со сложными машинами они работали создавая все более активно развивающуюся экономическую систему материальные блага которые потенциально могли быть доступны каждому и вот это чудовищное противоречие быстрорастущее богатство над которым очень быстро стали надстраиваться финансовые спекулянты рантье паразиты всех возможных и невозможных форм все это привело к тому что середина 19 века стала эпохой социальных столкновений классовой борьбы в неприкрытой открытой явной каждому форме это была борьба не только пролетариата за свои права но это была борьба и буржуазии с пролетариатом это буржуазия не гнушалась использовать винтовки пушки из которых стреляли в городах по выступающим против капитала рабочим революция 48 года до этого еще и 5 целая серия выступления рабочих 30-е годы прокатилась по всей континентальной европе собственно этой революции сорок восьмого года окончательно вызрели как мыслители маркс энгельс совсем молодые 30-летние чуть старше вас общественные деятели активно участвовавшие во всех событиях и тогда написавший манифест коммунистической партии но до этого было положение рабочего класса в англии фридриха энгельса где он показал эти чудовищные противоречия до этого были работы молодого маркса в том числе в области социальной философии философии как таковой хоть где он прощался одновременно как наследовал то что сделал георг вильгель фридрих гегель и его последователи младого гегельянца из которых он собственный сам вышел вот это все собственно и стало основой для рождения марксизма и принципиально важно что марксизм стал открытым идейным выражением того о чем внутренние в силу объективных условий я не боюсь этого сказать мы чала рабочая масса и очень быстро это не явное невнятное протестное настроение оказалось сопряжено с явным и предельно жестко высказанным в опять извините за пафос но это именно так чеканных строках манифеста коммунистической партии формулировки прогрессивной миссии капитализма его противоречий противоречий пролетариата и буржуазии и исторической миссии пролетариата по освобождению всего человечества от наемного рабства от капитала от его ограничений от его родования технологического развития человека что самое главное культуры всего нашего мира и материального и духовного вот этот пафос собственно стало отражением реальных процессов происходивших тот период и вот эти объективные основания сделали марксизм не просто мечтой о новом обществе я сделали его теории которая показала как и почему на смену капиталу и капитализму придет новый общественный строй это был только первый шаг это была абстрактная возможность увидеть это будущее но уже тогда в девятнадцатом веке в его второй половине теоретических фундаментальных работах маркса и энгельса их товарищей их последователей появились очень важные и точные научные предвидения подчеркиваю не утопии не прогнозы а научные предвидения обоснованные и доказаны показывающие по какому пути пойдет рождение нового человеческого сообщества в чем-то они оказались абсолютно правы в чем-то чрезмерно оптимистично история идет зигзагами что впрочем они и сами показали в целой серии своих работ и поэтому путь к царству свободы коммунизма оказался гораздо более чернистым чем отказалась им и чем отказалась еще пятьдесят лет назад ученым пожалуй что всего мира марксистом всего мира вот это я хотел бы чтобы вы имели в виду дорогие друзья и вот это собственно я вынес на слайд своей презентации теперь чуть больше значит и более подробно о знаменитых трех источниках и трех составных частях марксизма когда-то вот эти три источника и три основных части марксизма взяты из небольшого но очень емкого текста владимир ильича ленина мы учили еще в школе и затем с них начинались практически все курсы марксистской политэкономии марксистской философии научного коммунизма а также отчасти истории кпсс коммунистической партии советского союза в советских университетах и напомню что там марксизм был в почете но с перегибами бюрократическими идеологическими клише точнее бюрократическим диктатом идеологическими клише в результате марксистское образование было обязательным для всех включая как технарей медиков физиков лириков к сожалению читался часто марксизм догматически и многие студенты в том числе физики с одной стороны лирики скажем студенты художественных училищ с другой стороны эти курсы воспринимали как бессмысленную потерю времени и проникались скорее ненавистью к марксизму чем для теплом и пониманием насколько важна эта наука но там где преподавателей и общая атмосфера в университетах или вузах складывались иначе эти курсы давали очень много ну для нас марксизм был основой я имею ввиду для нас студентов экономического факультета мгу который заканчивал 70-е годы к тому же нам вот эти два лика советского марксизма представили непосредственно в лице двух преподавателей первого курса сначала нам историю коммунистической партии советского союза читала дама которая заставляла выучивать наизусть фрагменты учебника для высшей партийной школы затем пришла доцент кузьмич и вот в ее подачи история коммунистической партии советского союза стала двухсеместровым рассказом о величайшем историческом творении о творении качественно нового мира в силу объективных оснований горсткой талантливейших людей которые затем превратились в массу героических по-настоящему героических творцов нового мира которые не боялись идти на лишение оставляли шикарную или просто комфортную жизнь не боялись оказаться в тюрьмах не боялись менять историю брать на себя ответственность решать непосильные казалось бы ни для кого задачи рассказывала и вводила нас в это пространство пространство глубочайших противоречий ошибок преступлений трагедии которые сопровождали этот революционный процесс во всем богатстве того что тогда делалось во всем богатстве преступлений те кто ничего не делал потому что конформист пассивный человек не творящий историю становится ответственным за все то отсутствие прогресса который был бы возможен если бы они включились в это историческое творчество это касается кстати нас с вами сегодня когда мы сидим на печи кить жуем пряники игорем моя хата с краю ничего не знаю мы становимся преступниками которые не творят историю поэтому позволяют развиваться ей кать точнее даже не развиваться от деградировать которые смотрят издалека когда конечно не очень хорошо что растет в религиозный фундаментализм то конечно это не самое приятное когда люди подчиняются золотому тельцу не только в экономике но и в культуре в семейной жизни да наверное есть что-то негативное в том что на смену культуре приходит система симулякров но я-то тут причем у меня есть моя тема работы про динамику температуры блохи в зависимости от того насколько заболел или здоров человек там на котором она нет блохи не ногтем не на людях да не на какой-нибудь шубе наверно паразитива у него клопа скажем дакать вот можно изучать то как он там питается кровью когда лучше кровь температуру человека есть или повышенный или когда нет мы специально привожу какой-то смешной глупый пример но это очень похоже на исследование многих современных обществоведов и естественникам даже к сожалению на раз либо моя хатская ну вот поэтому марксизм он оказался очень разным в советскую эпоху и вот эта догма трех источниках и трех основных частях марксизма она тоже была как для кого-то догмой для кого-то ключом к пониманию как рождалась совершенно новая теория как может рождаться новая теория сегодня я не хочу уходить в историю философии тем паче что курс слушают профессиональные будущие профессиональные философы надеюсь что у вас уже была история классической немецкой философии но кое-что я вам обязательно напомню прежде всего сам гегель творец диалектической логики которые затем он применил к исследованию исторического процесса философии истории интереснейшая работа но крайне противоречиво использовал им же открытый метод исследования противоречий пожалуй самое главное что стало основой для марксизма это диалектический метод но при этом гегелевский идеализм маркс и энгельс преодолели но такие не преодолели сняли соответствии с заветом самого гегеля то есть как использовали многое позитивное и убрали негативное идея абсолютного духа хоть как основы безусловно для материализма неприемлемо но идея того что есть по сути объективные законы развития всего вплоть до истории для гегеля это развитие было своего рода воплощением абсолютного духа но что есть такое есть логика истории есть противоречие исторического процесса есть саморазвитие истории это было по сути почти материалистической формулировкой не даром философских тетрадях ленина есть ремарка что в этом идеализме гегеля больше всего материализма и меньше всего идеализма он абсолютно прав когда гегеля работает с диалектическим методом он ноленс воленс становится если не материалистам то тем кто исследует объективные противоречия даже когда он пишет о субъективной логике она в книге бытие 1 книга науки логики книги сущность 2 книга науки Для него вот это противоречие качества, противоречие количества, противоречие меры, сущности, которая является, рождая противоречие действительности, воспроизводство, на политэкономическом языке я бы сказал, противоречий, это все по сути канва развития материального мира. Вот это революционное диалектическое понимание стало величайшим основанием марксизма. Здесь я позволю себе очень важную ремарку. Дело в том, что сегодня марксизм забывает, я возьму в кавычки слово забывает, забывает о диалектике. И не только тогда, когда развивается, скажем, в экономической теории аналитический марксизм, я даже боюсь это назвать политической экономией, в экономической теории, построенной на попытках использовать стандартные математические модели для трактовки некоторых феноменов из капитала или современных процессов, происходящих в экономике, исходя из марксистского понимания этих феноменов. Например, изучение цен, изучение нормы прибыли, динамики нормы прибыли, изучение кризисов, уход от противоречий, уход от понимания качественных скачков, уход от исследования смены одного качества на другое вследствие развития внутренних противоречий, не работа, не использование категорий снятия системы категории, попытка заменить все это некими функциональными зависимостями приводит в значительной степени в тупик и идет в результате десятилетиями уже полвека спортом о противоречии между первым и третьим томом капитала, основанный на том, что вместо стоимости как одной из сторон противоречия товара, берется некоторая попытка сосчитать цены, выдаваемые за стоимость, ну и далее целая круговерть с непониманием маркса. Вот это трагедия. То же самое касается значительной части философов-марксистов, политологов-марксистов, социологов-марксистов, историков-марксистов. Ну, среди последних, пожалуй, анализ противоречий не амедополитологов и историков все-таки присутствует в большей степени. Поэтому диалектика – это душа марксизма, которую марксизм сегодня теряет. Это, кстати, один из симптомов глубоких внутренних проблем нашей теории. Я о них буду говорить откровенно, но позже. Итак, значит, что существенно? Что материализм Маркса, наследующие материалистические традиции античной философии, нового времени, просвещения, материалистические традиции Фейербаха, но не антропологического, а исторического материализма. Об этом чуть позже. Вот этот материализм поставил понимание противоречий существующего капиталистического общества на ноги, на основание в виде противоречий производительных сил, производственных отношений, противоречий между трудом и капиталом, причем не только в субъективном выражении классовой борьбы, или политическом выражении в классовой борьбе, но и в материальных отношениях. Ну и диалектика позволила взглянуть на эту жизнь критически, то есть подвергая все отрицанию. И не случайно и сейчас, уже в 21 веке, начиная книгу «Ренессанс социализма», это курс лекций, который я читал в Молодежном университете современного социализма, я именно это постарался подчеркнуть, даже назвал один из разделов книги, «Диалектика вредна конформистам». Если вы не хотите быть субъектом, развивающим мир в соответствии с логикой, с законами его противоречивого движения, вы диалектику будете игнорировать. Вас жизнь заставит игнорировать диалектику, жизнь конформиста, пассивно приспосабливающаяся к окружающему. Лишь активная жизненная позиция творца истории востребует диалектику, и вы, опять-таки, иногда даже независимо от того, используете вы этот метод сознательно или нет, будете диалектиком, будете идти, смотря на жизнь критически, в виде ее противоречия, подвергая отрицанию существующие установления вещей, ища закономерности во что могут быть и как разрешены эти противоречия. Вот этот момент я хотел бы специально подчеркнуть в философии Гегеля и Фейербаха. Кстати, Фейербах не был в полной мере диалектиком, это тоже надо иметь в виду. Говоря о чем? О марксизме. Хотел бы специально подчеркнуть, что в отличие от науки логики Гегеля, которая, на мой взгляд, является важнейшим произведением этого философа, ставшим основой для марксистского будущего метода и в экономике, и в пространстве политической экономии, и в пространстве других наук. Маркс не берет готовую схему науки логики, накладывая ее на реальность. Он рассматривает противоречия реальности, которые в силу внутренних закономерностей оказываются соразмерны законам диалектики, и вот эти диалектические формы оказываются полезны как предпосылка для понимания того, что происходит в жизни. Ну, простейший переход от небытия к бытию. Не вообще, как сказать, от абсолютного бытия, небытия, от абсолютного ничто, к абсолютному бытию, в сфере туха, вообще даже, может быть, в неком религиозном пространстве. Нет. Речь идет, скажем, о переходе от небытия капитализма к бытию капитализма. Проблема, которую забывает, опять в кавычках поставить, практически вся современная экономическая наука. Проблема звучит очень просто. Речь идет даже не о капитале, а о рынке. Попробуем поставить вопрос, а когда рынок не был господствующей экономической силой, регулирующей жизнь человека, деятельность предприятий, законы развития национальной экономики, мирового хозяйства, когда рынок не регулировал вот это все, человека, предприятия, страну, мир, а когда он стал господствующей силой, определяющей вот эту жизнь. Ну, как сегодня. Цена на нефть, курс доллара, цена на газ, эцетерак, едва ли не главные вопросы, не главные новости везде, вплоть до пространства культуры. Человек живет, ориентируясь на денежный доход, это тоже рынок и так далее. Вот, пожалуйста, сейчас товар, рынок есть. А когда он не был господствующей силой? Вообще, кто-то где-то, конечно, что-то продавал и покупал, но он не был господствующей. Когда? Когда небытие перешло в бытие? Вот, пожалуйста, гегелевская постановка вопроса, но для Маркса она звучит совершенно конкретно. Где качественная граница? Где товар и рынок есть, а где товар и рынка нет? Отвечать на этот вопрос я не буду. Хотите, обращайтесь к капиталу Маркса, к учебнику, который написал, или под редакцией Цоголова в Советском Союзе, курс политэкономии, к современному учебнику, который мы недавно подготовили, классическая политэкономия. Читайте, есть курсы на YouTube-канале альтернативы по капиталу Маркса. Пожалуйста, вот это переход, затем становление и прихождение, рождение и смерть. И вот в этом состоянии рождения и смерти рынок находился, товарное производство, товарные отношения находились тысячелетиями. Рождался и умирал, рождался и умирал. Не мог победить рынок и не мог окончательно исчезнуть, потому что уже возникали предпосылки для его существования. Реальное воплощение двух гиггельевских категорий. Скачок, наличное бытие. И вот наличное бытие, товар, и капитал открывается словами. То, что перед нами, это скопление товаров, и товар это клеточка. Ну, я очень сжато излагаю начало этого великого труда. Это экономическая клеточка, зародыш, генетический код. Можно по-разному искать образы. Наличное бытие, скажем, строго для всего, что касается рыночной экономики. Вся рыночная экономика это купля-продажа. Недаром лозунг социального форума, который хочет поставить что-то другое, чем нынешний мир, звучит World is not for sale. Мир не на продажу. Мир не товар. Кстати, так же называлось и называется течение внутри нашей страны. Мир не товар. Соответствующее. Образование не товар. Мужчины или женщины не товар. Не надо их покупать и продавать. Мысль не товар. Произведение искусства не товар. И даже фабрика не товар. Если мы выходим за рамки капитализма. Вот, пожалуйста, категория наличного бытия. Но это не потому, что надо найти именно такое наличное бытие, как написал Гегель, а потому что так рождается реальный капитализм. И это действительно отражается в соответствующей категории Гегель. А деньги уже надо считать количественные. Там работают противоречия, которые Гегель описывает в этом соответствующем разделе количества. Но я не буду дальше вот это пересказывать. Почитайте. Есть интереснейшая книга профессора Вазюлина в прошлом. Он, к сожалению, ушел от нас. Профессора философского факультета МГУ «Логика капитала», где он постарался провести сопряжение логики Гегеля и логики капитала Маркса. Кстати, еще раньше в философских тетрадях очень много гениальных пометок, я не боюсь этого слова, сделал в связи с этим Ленин, который накануне революции во время мировой войны почему-то уходит в библиотеку и читает Фербаха, Гегеля. Что ему до диалектики? Зачем ему это трихомунди с абсолютным бытием, абсолютным ничто? Ничто некоторого, нечто, которое есть определенное ничто. Бытием для себя и бытием для иного. Это цитара, цитара. Зачем? Затем, что оказалось эта диалектика стала ключом к пониманию рождения нового мира. Революция оказалась сугубо диалектичной, ибо она разрешала противоречия и развивалась так, как, на первый взгляд, не могло бы быть, если мы не понимаем, как можно на практике соединять абсолютно отрицающие друг друга стороны. Но это особая материя, да, просто показывают, как вот эти штуки жили на самом деле. Итак, не готовые заданные формы и конструкции, а рождающиеся из жизни обобщения, проверяемые на каждом шагу обращением к практике. И вот здесь очень важно, что диалектическое противоречие становится душой диалектики. Великий тезис Гегеля, главный тезис его докторской диссертации, она, кстати, там на страничке с небольшим размещалась вся диссертация, звучит так, наличие противоречия критерий истины, отсутствие противоречия критерий заблуждения. Но это вольная интерпретация Бузгаляна, но близко к тексту, что называется. Я не хочу читать сейчас вот эту большую цитату Маркса из предисловия к капиталу. Вообще, я искренне советую его прочитать, равно как обратить внимание на то, что именно российский читатель, осмысливая капитал, сделал акцент на диалектическом методе. И в целом акцент на диалектическом понимании капитала это на 90% наверное, ну или по крайней мере по большей части заслуга творческого советского и постсоветского марксизма. На Западе всего несколько человек работает с диалектическим методом, в том числе применительно капитал. Кому интересно, можете посмотреть работы Кристофа Артура, Бертла Олмана я уже упоминал. Ну вот едва ли не все, я даже не знаю, кого еще можно назвать из известных ученых. Но отчасти что Мессораж, который работал в последнее время в Англии, как последние десятилетия своей жизни он работал в Англии, эмигрировав из Венгрии. Но такие чудеса, да? А вот то, что выделено красным, я, пожалуй, все-таки не удержусь и прочту, потому что это будет то положение Маркса, на основе которого я вам рассказывал все про конформистов и их злодейства. В своем рациональном виде диалектика внушает буржуазии ее доктринерам идеологам лишь злобу и ужас, так как позитивное понимание сущего она включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой гибели. Каждую существующую форму она рассматривает движение, следовательно, также и с ее преходящей стороны, со стороны ее гибели, ухода в будущее. На секунду отвлекусь, меня очень часто в этой связи спрашивают, а что, коммунизм тоже погибнет? Коммунизм, как мы его видим сейчас, да, все исторически ограничено, но что именно будет дальше, что придет на смену коммунистическому обществу, как разрешаться его противоречия коммунизму присущие, уже сейчас понятно, по раскам этого коммунизма очень глубокие противоречия, это интереснейшая тема, но, пожалуй, сейчас ее ставить рано, противоречия коммунизму не рано, а вот о том, куда и как они разрешатся, ну, думаю, что рано. Хорошо, давайте пойдем дальше, друзья. Значит, что касается Фейербаха, то его антропология и материализм оказались очень важны, в том числе в области критики религии, но здесь Маркс оказался очень тонким ученым, равно как и его последователи, в том числе Ленин, кстати, к которому приписывает иногда Бог вещь, что в отношении религии, и они показали, что религия не случайна. Вообще, вот этот поиск материальных оснований для рождения феноменов, в том числе отчужденных феноменов, которые, как бы, в возвращенном виде описывают нашу жизнь, марксизм делает не неким злым умыслом, как бы, плохого дяди или плохой тети, результатом объективных противоречий. Религия рождается объективно, из беспомощности человека перед силами природы на начальном этапе, когда обождествляется гром, молния, ветер, дождь, море, земля, что угодно, да, зевс, громовержец, посейдон, бог моря, гера, земля, эцетра. Я надеюсь, никого не перепутал, греческих богов, у меня плохо с мифологией. Но дальше реально главными силами, от которых независим человек, становится система общественных отношений. Но воспринять вот эту кажущуюся абстракцией систему общественных отношений, как нечто теоретически познанное, подвергнутое критическому осмыслению, человек очень долго, тысячелетиями не мог. В результате он создавал божественную систему, которая иногда служила социальному освобождению, как раннее христианство, а иногда наоборот закрепощению. И когда средние века, вот, кстати, есть очень интересная книга Гуревича о средневековом мире, советские ученые очень тонко это показали, когда в средние века священник с алтаря в христианском мире, скорее всего, что-то похожее было и в других религиях. Да, еще раз, значит, священник с алтаря говорил в каком-нибудь 13 веке, что крестьянин создан сервом, крепостным, крестьянин создан, ну, в России позже немножко развитие крепостничества активную фазу вступил. Крестьянин это раб, он создан для того, чтобы пахать поле, отдавать половину или больше господину, служить господину, как он прикажет, умереть по его приказу, или просто потому, что у него так прихоть сбрела ему в голову, и так предначертано господом. А господин, сеньор, барон, граф, князь созданы для того, чтобы повелевать, управлять и организовывать жизнь. А второе сословие духовенства, оно создан для того, чтобы осмысливать этот мир, даже не осмысливать, а вносить духовное начало, объясняя, вот как бог творит и определяет человека. И вообще человек это раб, божий. Ну, в той или другой интерпретации, иногда слуга господа, иногда раб господа, в зависимости от разных течений, в разных конфессиях. Вот вам, пожалуйста, религиозное сознание, которое отражает систему внеэкономического принуждения, личной зависимости, рабства, крепостничества, или азиатскую деспотию, когда император превращается в господа бога. Я в данном случае говорю не о России, хотя у нас нечто похожее тоже, проклевывал ось, и того, гляди, проклюнется снова. Вот такие дела, да, вот для Фейербаха это социальное понимание материализма было, ну, не то чтобы чуждо, но лежало вне поля его исследования, а вот критика религии как отчуждение человеческой сущности от человека была дана очень глубоко. Однако, гораздо важнее, на мой взгляд, извините за такой марксоцентризм, совершенно великое произведение в чем-то подобное вот страничке Гигелевской диссертации, такая же страничка с небольшим тезисом о Фейербахе Карла Маркса. Человек как вот здесь цитаты из русского перевода «Совокупность общественных отношений», пожалуй, точнее перевели потом интерпретаторы немецкого текста, тонкие советские интерпретаторы немецкого текста, человек это ансамбль общественных отношений. В чем-то это перекликается со знаменитой фразой Гёте о том, что под каждой могильной плитой спит всемирная история. Но от 11-й тезис о Фейербахе я сейчас его вынес на слайд, точнее Ольга Владимировна Борошкова вынесла на слайд и я специально хочу это подчеркнуть, не случайно ему уделено большое внимание. Звучит так, философы различным образом объясняли мир, задача состоит в том, чтобы изменить его. Эти слова высечены золотом буквально. Но может быть это золотая краска, неважно. На стене Гумбольского университета это Берлин. Вот несколько странная фотография. Самый центр Берлина. Они же на памятнике Марксу на Хайгейтском кладбище. Ну, пять на секунду отвлекаясь от высокого пафоса. В Лондоне у памятника этому Марксу всегда очень много посетителей. Служители Хайгейтского кладбища объясняют, что благодаря Марксу, которого похоронили именно здесь, в кладбище, хотел сказать, процветает, но кладбище процветать не может, но, во всяком случае, не находится в упадке. И очень любопытно, еще одна сцена, я на минутку отвлекусь, а то я уже час почти вам вещаю в таком интенсивном режиме. Есть такой фильм «Душа шпиона». Я не очень люблю современные фильмы, тем более про шпионов, они же разведчики, но этот сделан интересным. И сделан, я бы сказал, таких левых позиций, творческих левых позиций. Вот у памятника Марксу проходит встреча британского парламентария с российским разведчиком. И уже после краха Советского Союза российский разведчик, который все время задает всем вредные вопросы, в том числе самому себе, спрашивает его, говорит, скажите, почему вы сейчас работаете на России против Англии? Но я понимаю, когда вы помогали советской разведке, тогда вы человек с левыми взглядами, хотя, если я не ошибаюсь, могу перепутать, что это пэр Англии, вы человек с левыми взглядами, вы марксист, и я понимаю, почему вы по ним помогали Советскому Союзу, а почему вы сейчас помогаете России? Он так задумался, говорит, вы знаете, на ваш народ нашло какое-то затмение, и это затмение наверняка уйдет, и я верю, что оно уйдет именно в России, поэтому я буду вам помогать, тем более, что, ну, дальше идет монолог по поводу нехорошего британского империализма. В чем я, впрочем, очень согласен, империализм действительно варварский, хотя я не столь оптимистичен относительно возможности именно в России победы социализма, но делаю все, что можно вместе со своими товарищами, чтобы именно наша страна стала вот такой родиной нового общества. Давайте пойдем чуть дальше. Вот здесь очень важный момент, который я хотел бы, чтобы вы для себя зафиксировали. Понимаете, вот этот тезис о том, что задача изменить мир это не просто акцент на том, что нужна политическая борьба, не только на том, что нужно изменения при помощи действия, хотя это принципиально важно. Вопрос в другом, вопрос в том, что познать мир можно только относять к нему практически активно. Вот это то, что игнорируют даже марксисты. Только тогда, когда ты участвуешь в практическом изменении мира, ты становишься субъектом познания этого мира. Через практику ты познаешь этот мир. Ковыряясь исключительно в чужих книгах, ты познать этот мир в его законах и противоречиях не сможешь. Вот это очень жесткое указание на все. Начиная от того, что естествоиспытатель должен раньше или позже а скорее регулярно обращаться к практике, понимая под этим не просто эксперимент в лаборатории, а изменение мира, в том числе естественно научными методами. И это же относится к обществоведу, который может и должен быть так или иначе включен в общественную борьбу. Знаете, есть знаменитая фраза, что революции начинаются в библиотеках. Это правда, но они начинаются в библиотеках, они не могут вершиться и завершаться в библиотеках. На это я хотел бы обратить внимание. Кстати, у нас сейчас в стране снизу возникло добрая сотня, а может быть уже и больше различных кружков, которые начинают идти, если не к революции, то к реформам, а может быть именно к революции в библиотеках, хотя бы к интернет-библиотеках. И это очень хорошо, это очень важно. Но если исключительно остаться в этом пространстве, то скорее всего изучение марксизма окажется любопытным хобби, наподобие собирания этикеток со спичечных коробков или я не знаю там каких-нибудь атрибутов чего-нибудь, но марки и то, наверное, будут более смысленным занятием. Итак, вот этот момент я хотел бы обратить внимание, вот они выделены эти тезисы с жирным шрифтом и даже красненьким шрифтом. А теперь несколько слов о политической экономии. Наш курс не ориентирован на политическую экономию и не ориентирован на политические науки, поэтому два снарядных источника марксизма я пробегу бегом в припрыжку. Хотя для меня как политэконома и человека включенного общественно-практическую деятельность в области, но если не политики, то по крайней мере просвещение, агитация и пропаганды очень тесно сращенные с общественно-политической деятельностью. Пожалуй, эти два аспекта политической экономии и политические изменения, научный и социализм, теория социализма принципиально важны. Итак, Адам Смит и Давид Рикардо великие английские политэкономы, которые заложили основу трудовой теории стоимости, а Рикардо показал даже противоположность экономических интересов пролетариата и буржуазии, при том, что сам был представителем именно последней. Существенно, что Смит не смог решить целый ряд политэкономических вопросов, именно потому, что не увидел в товаре и в труде, который создает товар, труд, как создатель продукта, в котором мы живем, как основа экономической жизни. Он сказал, что труд основа стоимости, но не увидел, что труд двойственен. Он создает с одной стороны стоимость, вот эту тайну всего капиталистического мира, стоимость потом воплощается в деньгах, и деньги это такое завершенное бытие стоимости, стоимость в ее материальном обличии, понятном каждому. Взял золотую монетку стоимость, взял бумажку на которой написано 5000 рублей, стоимость, а лучше 500 евро, сразу чувствуешь стоимость, черт возьми. Ну, в крайнем случае золотую платиновую банковскую карту, хотя там может быть пустый даже наоборот долг, так что не воруйте платиновые карты, это я так же пытаюсь шутить, хотя, наверное, на случай неуместно. Итак, вот не только стоимость, но и другая сторона, потребительная стоимость, полезность, вещи для другого, для потребителя, вот эти два компонента, они создают в единстве товар, в противоречивом единстве, и в противоречии товара скрыто еще и противоречие труда, создавшего этот товар. Вот только так удается раскрутить всю цепочку, вывести теорию прибавочной стоимости, эксплуатации, то, что не смогли сделать Смит и Виккарде. Без дилектического метода совершить трудовую теорию стоимости невозможно. И, кстати, когда современные аналитические марксизмы, экономисты, занимающиеся аналитическим марксизмом, эту дилектическую связку теряют, уходят в количественные подсчеты, они теряют то, что, собственно, отличает марксизм и упираются в стену, попадают в тупик. Что касается утопического социализма, то здесь очень много гениальных прозрений, в том числе и практических деяний было совершено, поэтому, мне кажется, этот аспект принципиально важен, тем паче, что и Сен-Симон, и Фурье, и Оуэн это не первые и, как ни странно, не последние создатели утопии, и нельзя в полной мере считать их теми, кто выдумывал социализм, они тоже искали реальные основания, искали реальные противоречия, искали, которые могут и должны быть разрешены, но целостные системы создать не удалось, хотя практически шаги в этом направлении были сделаны, в том числе коллективные фабрики рабочих, первые опыты организации индустриального производства без эксплуатации, это достижение до марксовского периода, фаланстеры знаменитые, очень много попыток такого же типа было предпринято во Франции, не только в Англии, которые я уже упомянул, в других странах, есть интереснейшие опыты создания социалистических и даже коммунистических объединений, еще даже доиндустриальную эпоху на основе монастырей, таких прото-коммунистических конечно объединений в Латинской Америке и в Европе и в Азии, это интереснейшая история, история великих мыслителей, которую безусловно стоит изучать, но в данном случае я вынужден пойти дальше, поскольку у нас все-таки введение в философию марксизм. Несколько слов о прогрессе естествознания, что тоже не так близко для меня, но это принципиально важно. здесь что важно, что индустриальный способ производства потребовал практического применения науки и, точнее, востребовал вообще материалистическую науку и, причем, не только как некую сферу духовной жизни, как пространство культуры, но и как материальную силу. Более того, о том, что наука это производительная сила, это тезис, который сформулировал в таком чистом виде Маркс, но основание чего создали великие естествоиспытатели, мыслители 18-19 веков. И здесь понимание того, что есть объективные законы развития материального мира, это касалось законов физики, законов химии, законов живого мира, вот здесь великие открытия Дарвина нельзя никак не упомянуть, они принципиально важны, хотя социал дарвинизм это не марксизм отнюдь, у Маркса и у Энгельса есть единственное что, он говорит, что законы рыночной конкуренции и капиталистической эксплуатации, ведь они напоминают борьбу за существование в животном мире, но во многих своих заметках он говорит о них как о более жестоких, я бы добавил циничных, животное редко накапливает я не знаю сотни тонн запасов еды, которые ей абсолютно не нужны, а вот миллионы и миллиарды накоплений это именно то, что характеризует капитал. На секунду отвлекаясь, в условиях пандемии российские миллиардеры стали покупать больше, чем когда-либо самых длинных, ну, одних самых длинных яхт в мире, там, 150 метров, некоторые всего 75 метров, там, у некоторых всего 6 палуб, у кого-то побольше, там, я уже не помню, могу что-то переврать, но, если хотите, найду данные конкретные, недавно прошла информация, в условиях пандемии, люди умирают от того, что нет аппаратов компьютерной томографии, а если есть, то за них надо платить 5000, а зарплатой 15000, заплатить 5000 за компьютерную томографию одного члена семьи, если болеет вся семья, то надо заплатить всю месячную зарплату, вот, они покупают яхту за 150 миллионов, там, а то и больше долларов, долларов, да, это миллиарды рублей, вот такие чудеса, значит, существенно, что естествознание, вот здесь важная цитата, ворвалась в человеческую жизнь, преобразовала ее, подготовила человеческую эмансипацию, подготовила человеческую эмансипацию, потому что позволила показать, что человек может творить мир, сообразуясь с объективными законами, он может использовать силы природы, преобразуя их, превращая их в энергию, которая движет машину, превращая их в механизм, который действует в определенной части без человеческого вмешательства, превращая их в то, чего раньше не существовало, скажем, в лампочку, которая светит, да, но это было чуть позже, уже в конце жизни Маркса, создавая то, что невозможно, то, чего нет в природе, паровой машины в природе, это не волк, которого впрягли в повозку, создавая то, что, я еще раз это подчеркну, то, что невозможно в природе, и это стало основой вот этой деятельностной сущности человека, как практического, и не только экономического, но и политического акта, точнее, как практик, вот этот момент, на мой взгляд, принципиально важен, так же, как и понимание происхождения человека нерелигиозным путем стало принципиально важным, тоже в понимании того, что возможен качественный скачок, скачок от мира животных в мир человека, человека разумного, Homo sapiens. И вот эти моменты мне теперь хотелось бы просто обобщить естествознание, создал предпосылки, в том числе, здесь, по-моему, нет этого на слайде, да, значит, нет, поэтому я позволю себе просто напомнить еще один важный тезис, который, кстати, развивается в работах Натальи Геннадьевны Яковлевой, которой спасибо за участие в нашем курсе, тезис о том, что индустриальное производство и капитализм уже в 19 веке привели к рождению массового слоя людей, которые должны были получать образование, систематическое, естественно, научное образование, гуманитарное образование, это и слой квалифицированных рабочих, и слой инженеров, и слой ученых, а, соответственно, должна была рождаться и развиваться гуманитарная интеллигенция и общественные науки. Все это оказалось востребовано. Оказались востребованы специалисты в области техники, а значит, в области химии, физики, биологии, оказались востребованы специалисты в области экономики, начиная от бухгалтера и заканчивая человеком, который понимает, как устроены экономические процессы, как можно спекулировать на бирже. Это значит, оказались востребованы экономисты, оказались те, кто должен был консультировать лидеров политических партий и парламентариев, значит оказались востребованы политологи. Для всего этого нужна была соответствующая идеология, соответствующая общественной науке и философия, а также все то, что позволяло, извините, уже дурить простого человека, хотя они, может быть, так эту задачу и не ставили, но заниматься пропагандой, идеологическим подчинением оказалось столь же необходимо, как и воспроизводить капитал. Все это сопряглось с развитием вооружения и армии. Результат становления массового слоя интеллигенции, превращения работника в человека, который способен осмысливать этот мир и изменять его, познавая этот мир. Вот так создались предпосылки для того, чтобы образование превратилось в один из важнейших рычагов, которые могут, в данном случае я цитирую, опять-таки, работы Яковлевой, содействовать прогрессу этого мира, а могут и вызывать его регресс. Ну, в частности, религиозная мракобесия и фундаментализм — это путь как раз к регрессу. Когда в 21 веке в ряде стран женщина не может пойти не то, что в университет, в ряде случаев даже в школу без разрешения родителей и учиться вместе в общем классе с мужчинами, с мальчиками — это мракобесие, которое не просто убивает половину человечества, уродует половину человечества, но и создает тормоз для экономического, социального и любого другого прогресса. И дальше вот мы переходим к практике как к общественному процессу, в отличие от опыта. Практику мы понимаем как субъектную, то есть этот мир становится сферой, где человек не просто видит что-то, что он отражает, а человек творит этот мир по законам самого мира, не придумывая что-то, опознавая законы этого мира и изменяя этот мир по его собственным законам и творит то, что невозможно в природе или то, чего не было в обществе, но исходя из того, как могут быть разрешены противоречия природы. Противоречие между плюсом и минусом может быть разрешено в виде электрического мотора или электрической лампочки. Мы познали то, что есть вот это столкновение. Можно, конечно, закоротить провода, схватившись сразу за два, правой и левой рукой помереть, а можно вместо человеческого тела между двумя проводами поместить лампочку или электродвигатель, обмотав проволокой железятку соответствующей изоляции. Да простят меня специалисты в области электротехники за такие уродливые примеры. Вот, пожалуйста, вы сотворили новый мир. Можно сказать, да, есть на одном полюсе наемный рабочий, на другом полюсе собственник капитала, и если он хозяин, то ты всегда дурак. А можно сказать, нет, ребята, можно создать профсоюз и добиться того, чтобы представитель профсоюза участвовал в совете директоров с правом решающего голоса. Это будет реформа. Можно вообще этого хозяина, который в ряде случаев доводит предприятие до разорения, послать куда подальше, захватить фабрику и начать производить кооперативно. Вот сошлюсь на опыт так называемой recuperated factories, фабрики, захваченные рабочими в Италии, в Латинской Америке. У нас был героический опыт в нулевые годы, когда рабочие захватывали предприятия, которые доходили до разорения и остановки производства, хозяева доводили до разорения, им было выгодно, они и предприятия распродавали оборудование, начинали заниматься спекуляциями, продажей водки, там что угодно. Это реальные примеры. Можете почитать книгу Людмилы Булавки, нонконформизм, обобщающие эти практики. Кстати, вот один из авторов курса. Человек объехал 40 предприятий России вместе с коллегами профессором Рудоком и другими участниками, в том числе участвуя в вооруженной борьбе, буквально не фигурально, когда эти фабрики, захваченные рабочими, атаковали отряды для подавления восстаний в тюрьмах, с пулеметами, автоматами, стрельбой по профсоюзным лидерам. На выборгском ЦБК профсоюзный лидер был убит, просто физически убит. Вот можно вот так разрешать эти противоречия, исходя из законов, исходя из того, что коллективное предприятие может быть. Я уже упоминал эти фабрики, вот семья Яковлева с сыном мотались в Латинскую Америку на конференцию, где изучали опыт вот этих коллективных предприятий. Пожалуйста, подобно ученым, которые научились использовать электрическую энергию, эти профсоюзные лидеры при помощи ученых-марксистов учатся переходить от капиталистической эксплуатации к коллективным предприятиям и искать пути к социализму. Это не мы первые придумали, не сегодня, не в 21 веке, а начиная с экспериментов Оуэна и еще раньше. И вот тогда, пройдя через эту практику, формируется понятие, система понятий, которые отражают, система категорий, которые отражают этот реальный мир в его развитии, в его противоречия. Принципиально важно, что эти понятия опять становятся инструментом для изменения мира. Вот знаменитый Тейса Фербахи, о котором я постоянно хочу сказать. И эти понятия, они обобщают мир, причем только в системе дают истинное знание. Вот если вы прочитаете любой фрагмент капитала, вы ничего не поймете о капитализме. Только система категорий позволяет понять, что это такое. То же самое касается социализма, то же самое касается даже самых простых феноменов иногда человеческих отношений. Если вы хотите понять того, кто рядом, папу, маму, дедушку, бабушку, друга, подругу, постарайтесь понять их в развитии через противоречие. Поработайте на нехорошее слово. Подумайте вместе с ними, как освоить их мир практически. И как изменять этот мир, исходя из их внутренней жизненной логики. И это будет очень маленьким вашим опытом практической деятельности. Не только по познанию, но и по изменению мира. Но человека изменять нельзя, и с ним можно ввести диалог. Это другая тема. Хорошо. К чему мы приходим? Итак, первое. Давайте подумаем о том, что человек должен мыслить диалектически общественные системы. И здесь вот этот первый акцент важен. Системы. Я постарался к этому подвести. Это сложные, развивающиеся, противоречивые соединения элементов при помощи связи с определенным системным качеством. Но подчеркивает, не просто элементы, структура и системное качество. Это и до диалектическое мышление. Не просто элементы связи и системные качества. Это развивающиеся через противоречие системы. Которые, вот видите, второй системы, которые рождаются и умирают, у них есть начало, есть конец. Это очень важно. Не диалектическое мышление очень не любит говорить о границах, пределах, начале и конце. А без этого нельзя понять. И развивается каждая такая система вследствие внутренних противоречий. А в общественных системах внутренней противоречия от противоречия различных социальных сил, у которых различные интересы. Отсюда возникает знаменитый вопрос Маркса. В чьих интересах? В интересах какого класса? Ну, в простейшем виде, квипродаст этот вопрос ставили еще древние римляне, кому выгодно. Но здесь Маркс говорит, в объективных интересах, объективные интересы какой социальной силы стоят за тем или другим политическим решением, идеологическим постулатом, даже культурным феноменом. Не всегда эта связь прямая, но она есть. Далее, мыслить материалистически это значит видеть общественные отношения через призму развития производительных сил и производственных отношений. Мы еще будем говорить о том, что такое производительные силы и производственные отношения. Но если очень грубо, это технологии, который человек, то есть это человек, который соединяет материальные факторы производства, станки, машины, оборудование, сырье, энергию и так далее при помощи определенной технологии. Вот самое грубое представление о производительных силах. Материальные факторы, человек, соединение при помощи технологии, живой процесс труда. Вот это функционирующие производительные силы. Производственные отношения, это то, в какие отношения люди вступают в экономики. Отношения товарного обмена и товарного производства, купли-продажи, отношения наемного труда и капитала, отношения финансового капитала и спекуляций, государственного регулирования, социальной защиты. Вот все это, роста, спада, кризисов, это все экономические отношения производственные. Собственность, кто хозяин, кому принадлежит главная экономическая власть, ключевое производственное отношение. В результате вот этого материалистического видения мы можем ответить на вопрос, какая общественная система, какие производительные силы производственных отношений, политика и идеология формируют, как формируют? Первое, человека. Люди очень разные. Люди тысячелетиями жили в патриархальном мире и деньги для них ничего не значили. Потом люди перешли в пространство рынка и капитала, и погоня за деньгами стала высшим смыслом жизни для большинства, не для всех, не всегда, но для большинства и как правило. В условиях рождения социализма рождаются люди, для которых прогресс страны, прогресс человечества, счастье людей становится высшим смыслом жизни, ради которого они идут на смерть буквально не фигурально, как во время борьбы с фашизмом. Из этих общественных материальных отношений, из исторического материализма рождается понимание политической системы, какие общественные силы, за что, почему выступают. Почему во всем мире левые выступают за бесплатное образование здравоохранения, а правые за то, что он должен быть платным и частным? Почему? Это только маленький пример. Соответственно, рождаются идеологии и ценности. Идеологии либерализма, идеологии коммунизма, идеологии консерватизма, который тянет вообще в теодальное прошлое религиозно-фундаменталистское. Ну и третий тезис, который я хотел бы, чтобы вы обязательно имели в виду, дорогие друзья. Учитесь видеть этот мир, осваивать его практически, мыслите этот мир, устремляясь в будущее и подвергая критическому сомнению то, что есть сейчас. На моей памяти студенты много раз меняли свое мировоззрение, будучи функциональными придатками господствующей идеологии, такими слепками, пассивными отпечатками пресса под названием пропаганда и идеология. В большинстве случаев точно так же. Ну, пропаганда и идеология как выражение экономического пресса, прежде всего. Я об этом только что говорил. Понимаете, советский студент, он частью был человеком, который хотел строить новые города, лететь в космос, открывать север, быть физиком или лириком в 60-70-е годы в меньшей степени. Отчасти хотел делать карьеру в государственных структурах и вступать в КПСС, чтобы быть одним из руководителей партии государства. Да, ну и отчасти был просто пассивным конформистом, как и в любом обществе. Но деньги в качестве главной цели жизни присутствовали далеко не у всех и было значимое меньшинство, которое жило другим идеалом. В 90-е годы цинизм зашкаливал. Рубить капусту и валить за бугор, я цитирую в кавычках, студентов, которых я учил в 90-е годы прошлого века, после распада Советского Союза. Заниматься все равно, чем хочешь рэкетом, хочешь проституцией, буквально, а не фигурально, было совершенно нормальным явлением. Сегодня стал проявляться другой тренд. В Московском государственном университете в меньшей степени, а на периферии стал возрождаться патриотизм, причем не только в его таком высоком смысле, любви к родине, к культуре, народу, но и в очень бюрократизированной, державной, феодальном смысле. Верой в доброго царя, доброго бога и укрепление государственного могущества и армии и флота в качестве единственной цели, ради которой надо что-то там делать, соответственно, служить лучше всего в государственной структуре. Вот постарайтесь критически все это воспринимать. Людей, которые творчески критически воспринимали противоречия СССР, было очень мало. Людей, которые творчески критически воспринимают противоречия сегодняшней России, сегодняшнего мира, тоже очень мало. Большинство просто предпочитает быть как все, не задумываясь о том, почему это так, зачем это так? Как это было раньше? Как это будет завтра? Какие качественные изменения произошли и произойдут в ближайшей или отдаленной перспективе? И что мы можем сделать для того, чтобы они произошли, если говорить о позитивных, прогрессивных изменениях, и что мы можем сделать для того, чтобы ни в коем случае они не произошли? Как так произошло в странах, где торжествует религиозный фундаментализм, а где-то и просто фашистские. Все марши на улицах городов, И это не только Киев, это еще и Западная Европа, и Соединенные Штаты Америки, и латиноамериканские диктатуры, страшные, чудовищные, кровавые. Вот об этом обо всем может, должен думать каждый, если он хочет быть человеком, а не конформистом, который подчинен этому миру. Субтитры создавал DimaTorzok